Привет из прошлого. 17 апреля 2021 года, примерно в 5 часов вечера, фонтан Дружба Народов внезапно превратился в площадку для фотосессий, просто в игровую площадку, на которую мог зайти любой желающий от мала до велика. Как же такое могло произойти? Дело в том, что пока фонтаны только подготавливают к первому пуску, их только помыли, проверяют как работают все трубы, конструкции, и воды там совершенно нет. Но это не означает, что любой желающий может залезть на этот фонтан. Нет, просто в какой-то, буквально миг, кто-то решил туда залезть. А у нас как? Стадное чувство-то очень сильно развито, и все туда полезли. Полезли туда дети лет шести, полезли туда подростки, мамы за ручку ведут туда детей. Ты просто происходил какой-то паноптикум. У детей не сразу получается туда залезть, поэтому они отталкиваются от исторических элементов, карабкаясь по ним. В общем, весело-задорно все происходит. Я подошел к охраннику и спросил, будет ли он с этим что-то делать, на что охранник мне ответил. У них есть внутренний чат, в который они скидывают фотографии происходящего. Но на этом их полномочия все. Потому что вдруг там окажется какой-нибудь неадекват, и мало им не покажется. Через некоторое время я увидел, что пришли двое полицейских. Один из них разговаривал по телефону. Я думаю, вот-вот, сейчас что-то случится. Сейчас приедет наряд полиции какой-нибудь, или ОМОН, как у нас любят делать, и разгонят этих негодяев. Но нет. Спустя минуту полицейские ушли, так ничего и не предприняв. Поинтересовавшись у охранников, для чего приходила полиция, я узнал. Оказывается, полиция зафиксировала, что никакого нарушения общественного порядка не происходит. Поэтому на этом их полномочия также все. Вообще вся эта клоунада напоминала мне репетицию дня ВДВ. Только в детском исполнении. У нас же сейчас любят привлекать детей к каким-то патриотическим играм. Но смотреть на это было больно и неприятно. Также я позвонил в информационный центр ВДНХ, где сообщил о том, что по фонтану ходят люди. На что мне девушка сказала, это, наверное, рабочие. Сейчас же фонтан еще не запущен, поэтому они делают подготовительные работы какие-то. Когда я ей объяснил, что это никакие не рабочие, это дети, подростки. Она сказала, хорошо, мы передадим куда следует. Самое странное, конечно, в этой истории то, что охрана, на которую тратится миллиард рублей в год, стояла и ничего не могла сделать. У них есть громкоговоритель. По этой связи они объявляют, что ребенок пропал или ребенок, наоборот, найден. И это они могли использовать в нужных целях, сообщить людям, чтобы не нужно ползать по фонтану, но нет. Громкую связь они используют, чтобы рассказать о какой-то фигне, о каких-то там мошенниках или о том, что они участвуют в часе земли. Вот как вы считаете, это вообще нормально вот так вот лазать по фонтану или ненормально? Очень интересно услышать ваше мнение. На этом все, я пока в шоке. Вам спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok